и снова здравствуйте уважаемые друзья мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии и сейчас мы проходим тему поясницы как вы помните у нас в местах где естественные изгибы тела человека лордоз это поясница и шея там в основном используются ну чаще всего используются скрутки скручивающие моменты такие и вот несколько способов разберем способ 1 обычно делают ну как бы вот так вот человек согнуты вот эта коленка стопа лежит на ноге на боку человек развернут иной раз даже руку не отводят назад делают вот так ну опять же по нашей схеме все надо не просто подойти и нажать да а все-таки сначала довести до предела чуть раскачали подтолкнули и только после этого проводим манипуляцию это сейчас это может повыше потянуть туда усиливаем немножко эту формулу делают так вот ногой сюда руку все-таки отводит назад и здесь локтем вот этой косточкой локтя цепляемся за гребень подвошной кости пытаемся зацепиться иногда естественно под прямым углом лежит относительно позвоночника зацепились и большой упор в плечо дошли до предела и после этого круто нули вот в этом втором способе с ногой как-то на самом деле не очень удобно да ну имеется ввиду что ногой помогает подтолкнуть как будто тело человека что можно как усовершенствовать локтем все-таки подойти с этой стороны да чтобы локтем зацепиться и нам нужно локтем приподнять и повернуть с напряжением вот туда когда мы здесь стоим у нас в в эту сторону не получится то есть нам важен еще момент декомпрессии поэтому мы человека обходим с этой стороны прямой угол остается можно увеличить как бы натяжение за счет то что нога под собственно весом уже висит да опять берем ногтем а в грудь я предлагаю брать не в плечо ну в смысле вот этот плечевой пояс да потому что тут можно либо лимфоузлы передавить либо просто бывает больно когда вы давите само плечо поэтому желательно вот предплечьем своим в грудную клетку во всем так легче да вот раз два три это вот треть способом следующий способ когда человек лежит также да но мы залазим на стол четвертый вариант получается да и за счет того что у нас сила рук вот такая она дает нам мобильность больше да опять упираемся в тазовую кость убираемся в грудную клетку и раскачали и развелись манипуляцию но я предлагаю еще усовершенствовать эту технику разворачиваем человека ну точнее давать не без поворотов я просто обойду со стороны подходим человеку со стороны спины его прямую ногу вот он держится за стол до сопротивления больше это рукой придерживая свое колено колено чтобы она не скатывалась голову развод кладем во-первых за плечом разворачиваем по другому сторону вот смотри в ту стену дело в том что когда мы повернулись куда-то до сюда и у нас ну как бы в организме получается блок дальше не движется да то можно глазами есть такая функция в организме довернуть как бы если в ту же сторону смотрим глазами нам потом последующие движения до конца бывает легче сделать чтобы показать человеку на что смотреть но может так вот сутка я говорю сделай звуки лайк так большой пальцем можно так сам себе поставить и вот смотри на них на него здесь смотрите как ремнем безопасности в машине охватываем всю грудь что уже удобнее видишь площадь больше нам в данном случае грудная клетка не нужна для мобилизации да поэтому мы оставляем прямой за счет своей руки упираемся также в эту тазовую кость но присев за счет того что мы присели у нас у нас рука упирается в бедро и мы своим бедром будем толкать вот так присели довели до преднапряжения и только после этого производим мобилизационный толчок от угла относительно позвоночника угла поворота бедра зависит то 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 на какое отделом будем работать в данном случае угол чуть выше чем 90 градусов до меньше вот получается у нас воздействие идет именно на крестцово позвоночный переход и 5 с 1 если угол 90 градусов это примерно у нас получается позвонки 4 или 5 буду задействованы если угол сделаем побольше примерно 120 градусов до получается то у нас будут задействованы более верхний переход ну от грудит до поясницы то есть это d12 d11 примерно или 102 в этом случае мы уже не давим поясницу отдавим в бедро через бедро положили руку вот так нам сейчас верхняя часть не нужна вернее точнее смотрите в чем вопрос в чем дело до этого моя рука держал грудную клетку плотно да то есть мы поворачиваем целиком теперь и половину грудной клетки взял видите то есть эта часть где как раз переход в поясницу она будет задействована а здесь довольно так же по диагонали то все наши движения по диагонали на разворот тела человека максимально по спирали застянули до предела и после этого произвели толчок следующие нюансы какие так это был какой у нас пятый способ да получается еще один способ ложись на спину здесь мы смотрите поднимаем обе ноги но если человеку грыжевую сможете поднять а так вот нормально по 90 градусов по 90 градусов держи за стол животным придают держу я ноги держу там не держи ничего ничего не держит я ноги держу и за счет махов вот таких вот можно в принципе грудную клетку еще держать вот мы махаем за счет инерции мы добавляем движение пропускаем резко не суток но придерживать естественно человека придерживаем в одну сторону махнули и резко за счет инерции произошла скулка теперь поворачивайся лицом ко мне теперь такие моменты уже лечебные то есть смотрите нам надо проверить поясницу да вот все спокойно лежит мы берем позвонки щукаем сверху и снизу для этого упираемся ногой в живот одна рука ногу поддерживает мы прощупываем от снижен снизу и поворотами вот такими мелкими микро движениями мы прощупываем и заодно массируем поясницу и проверяем где там подвижность больше где меньше где позвонок развернут крестец крестцово-подвздошный переходов нужно прощупать прощупываем и уже в принципе в этот момент оказывается лечебный эффект а в случаях со сколиозом если мы например нашли сколиоз идущий вниз да то есть позвонки развернуты в левосторонний поясничном отделе но в данном случае за левосторонний я специально говорю лево-право потому что симметрично нужно делать то есть от нас туда данной ситуации просмотра нам соответственно нужно будет по нашей схеме помните я рисовал растянуть сверху вот они ушли влево да камеры покажи вот они ушли влево то есть противоположной стороны мы растягиваем а с этой стороны оказываем давление на них должна подготовить с одной стороны вакантное место с другой стороны провести давление для этого мы у меня на будет как действуем берем человека подмышку только опять же нет не давим на лимфоузлы растягиваем его тело вот видите сверху открывается она а тут за тазовую кость открывается а своими руками вверх поднимаем позвонки зашли под напряжение и подняли пальцами если сколиоз у нас правосторонний то есть они вот развернуты сюда пояснично да тогда нам надо растянуть с той стороны для этого поднимаем обе ноги себе вот примерно 90 градусов до берем за стопы и разворачиваем веселого человека уже повернулась расширились здесь видите а своей рукой внутрь над ладони обычно удобно делать кому как либо слегка запястьем большим пальцем по сильно большим пальцем уже одним пальцем нашли это эти позвонки раскачали раскачали и опять произвели мобилизационный толчок одновременно ноги за таз являются у нас рычагом данный момент такой вот секретик так ну сейчас мы отработали методы скрутки до поясницы а в следующем видеоролике я вам расскажу о том как работать непосредственно с разными костями с крестцово-подвздошным сочленением да как править ноги если у нас развернут таз и крестцовые кости на об этом следующий раз я с вами поэтому не прощаюсь с вами был олег алавгудвин лучше не смотрите видео приходите познавать все это на практике на натуре мы все попробуем поставим вам руки правильно потому что многие нюансы по любому на видео не попадают оказываются мимо ушедшими поэтому я вас жду до новых дорогие друзья пока пока